Магнитогорский «Металлург» потерпел разгромное поражение в первом домашнем матче сезона. Уфимский Салават Юлаев, который трижды уступил нашей команде в предсезонных играх, сполна поквитался за августовские неудачи и сумел забросить ворота хозяев семь шайб. Об одном из самых неудачных дней в истории магнитогорского хоккея расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Игра у хозяев не задалась с первых минут. Соперник был быстрее, агрессивнее и забредательнее. И уже в дебюте сумел открыть счет. Сделал это воспитанник «Металлурга» Николай Кулемин, который покинул магнитку в этом межсезонье. Второй период стал бенефисом молодежного звена Салавата, средний возраст которого 22 года. Сначала Данил Башкиров поймал ошибку Егора Яковлева, организовал лихую контратаку и помог отличиться Алексею Пустозерову. А затем он же обокрал Линуса Хульстрима и помог Артему Пименову с убойной позиции расстрелять Василия Кошечкина. 0-3. Предсезонка для уфимской молодежи не прошла даром. Нам много доверяли, много играли и большинстве, и меньшинстве, и, конечно, дал уверенности нам. И поэтому сейчас в сезоне чувствуем себя более, так сказать, раскрепощеннее и увереннее играем в свою игру. В дебюте заключительного периода «Металлург» получил шанс реализовать большинство. Но Башкиров заставил Яковлева ошибиться еще раз. Перехватил шайбу, убежал один на один и переиграл вратаря. Через 29 секунд хозяева все же использовали численный перевес. Линус Хульстрим и Максим Карпов помогли Никите Коростелеву стать автором курьезного гола. А вскоре Егор Яковлев и Семен Кошелев во время очередного большинства ассистировали Брэндону Лайпсику. Его великолепный бросок в касание подарил болельщикам магнитки надежду. Но вернуться в игру «Металлург», увы, не сумел. Счет стал 4-2, у нас появился глоток воздуха, шанс вернуться в игру. Но мы его не использовали, поэтому радость от того, что забил первую шайбу в сезоне, невелика. Надеюсь, мы хорошо потренируемся в ближайшие дни. Нам нужно просыпаться. В концовке свое слово сказали главные ударные силы Салавата. Тему Хартикайнин, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин довели счет до разгромного. И оставили много вопросов. «Металлург», который так уверенно провел первую выездную серию сезона, на домашнем льду сыграл просто провально. Оценивать особо нечего. Мы сегодня были на полсекунды медленнее везде. Лично по шапке получили, по делу. Будем разбираться, кто в чем виноват. Следующий матч «Металлург» проведет дома 10 сентября. Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в пятницу в 18 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.